МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте. И в этом выпуске. В центре внимания и сельские проблемы. В Оксино побывали представители региональной и районной власти. Жители Ненинского автономного округа присоединились ко всероссийскому субботнику. Месячник по благоустройству продлится до 24 мая. Техника из прошлого. Выставка с таким названием прошла в библиотеке в рамках Библионочи. В понедельник 26 апреля по всей стране началось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта и формирование комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». На протяжении пяти недель до 30 мая на платформе 83.горсреда.ру каждый житель НАУ в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных на Янмаре. Все территории, участвующие в голосовании, предложены горожанами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайской, прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. В Минстроем России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства, которое работает до 30 мая в круглосуточном режиме. Единый бесплатный номер, который вы видите сейчас на своих экранах, доступен для каждого гражданина из любого уголка России. Кроме того, в регионах страны, в том числе в Ненецком округе, организованы местные горячие линии. Позвонить можно по номеру телефона, который на ваших экранах в будние дни с 8.30 до 17.30. Учебная неделя для школьников Ненецкого округа началась с мероприятий, посвященных событиям 35-летней давности. Учащимся средней школы поселка Искатели устроили встречу с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Школьникам Ненецкого округа об аварии на Чернобыльской АЭС рассказал ветеран Росгвардии. От радиоактивного загрязнения мирное население защищали военнослужащие внутренних войск, место которых сейчас занимают войска Национальной гвардии Российской Федерации. Один из участников событий, Владимир Жуков, поделился воспоминаниями о трагедии, произошедшей 26 апреля 1986 года. Ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС помогало более тысячи человек со всего Советского Союза, в том числе и из Ненецкого округа. Военные эвакуировали людей, патрулировали на улицах Припяти, охраняли периметры зоны отчуждения и предотвращали мародерство. В селе Оксино с рабочим визитом побывали представители власти. Глава Заполярного района Виктор Ильин, депутат Государственной думы Сергей Коткин, а также руководитель Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа Алина Гущина. Об итогах поездки расскажем в следующем материале. Рабочая поездка началась с осмотра молочно-товарной фермы. Вера Рочева, заведующая производством, показала и рассказала, как идет надой, поделилась проблемами. Это нехватка жилья для сотрудников фермы, а также условия работы в зимний период. Проблемы у нас глобальные, можно сказать. У нас ферма построена 85-го года, мы тут работаем. Ферма катастрофически уже желает быть лучшего. В зимний период просто мы не живем, а выживаем. Тут все замерзает, тут холодина. Тут вообще работать очень сложно и что-то еще, каких-то успехов добиваться. Несмотря на тяжелые условия работы, ферма побила все рекорды надое по региону. На сегодняшний день у нас 20 килограммов на одну фуражную корову. В день? В день. В день 20 килограммов, да. А в течение года, значит, в 2021 году, в 2020 году надеили 1528 килограммов. Это высокий показатель по округу. Стараемся, конечно, чтобы мы не существовали, мы жили. Мы хотим, чтобы здесь построили новую ферму. Все-таки люди настроены работать. Следующим объектом была дизельная электростанция. Здесь в прошлом году был пожар. Возгорание началось с кровли. Позже огонь стал пробираться внутрь станции. Ликвидировать пожар удалось быстро. Однако он уже успел повредить два дизельных генератора. Сейчас у нас три дизеля, которые в работе были. А до этого еще стояли, ну, видели, да, стоят ДГР-315 и 320. Они у нас работали по очереди. Ну, месяц один работает, обслуживаем, месяц другой работает. На данный момент с ними просто принимается решение. Требуется их восстанавливать и нет, но пламя, ну, жар вот этот, который там был внутри, он повредил некоторые важные механизмы, которые там проводка, там регуляторы, которые стоят большие деньги. В планах – восстановление электростанции. В период летней навигации сотрудники ждут поступления материалов. Первоначально запланировано обновление кровли. На период весеннего паводка предусмотрен запасной дизель. Далее делегация проследовала в участковую больницу. Показали палаты, кабинеты персонала, а также отчитались о проведении вакцинации. У нас привилось где-то в среднем по нашему кусту, Хангурей, Каменка и Оксина, где-то в пределах 40%. Люди активно вакцинируются. Чем дальше, тем больше. Они смотрят на тот эффект, который прошел от предыдущей вакцинации предыдущих пациентов. Они видят, что никаких осложнений не было от вакцинации. Вакцинация прошла хорошо, люди активно прививались. И они идут, записываются на вакцинацию и как-то безопасно. Потому что люди хотят защитить себя, защитить свою семью, хотят спокойно съездить в отпуск, не сидеть на каких карантинах. Люди уже стали более ответственно к этому подходить. Следом побывали в средней школе, где обучается 44 ребенка. Утром школьная программа, вечером кружки. Однако из-за того, что здание уже ветхое, зимой здесь бывает холодно. Ремонты требуются, к сожалению. Потому что с 1956 года постройки здания у нас староватые. Были текущие ремонты косметические, а вот капитального не было. Хотелось бы в первую очередь обшить стены здания, для того, чтобы ветрами у нас не задувало. Потому что мы находимся рядом с рекой, ветер сильнее гораздо. Ну и в идеале поменять систему отопления. В апреле 2016 года свои двери для всех желающих распахнул физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь проходят занятия физической культуры для школьников, секции для всех желающих. Зимой заливают перед зданием каток и ставят горку. Все абсолютно бесплатно. В данный момент мы готовим проект на Лукоиловский конкурс. На Лукоиловский конкурс проект от сельского совета. Мы работаем над этим проектом. У нас аттракционы хотим. Хотелось бы, чтобы наш проект был увиден и услышан. Аттракционы, которых нет вообще на территории ни в одной учреждении, ни в ФОКе, ни в домах культуры. Надувные аттракционы. Также делегация посетила детский сад, интернат, музей, библиотеку. Село меняется. Посмотрели, побывали в этом спортивном комплексе. Замечательно, здорово. Интернат, школа. Интернат, к сожалению, не заполнен. Сейчас ставится вопрос, уже будет ли здесь 10-11 классы. Деток нет. В садике очень уютно, красиво, тепло. Слушайте, вот чувствуется, что душа, сердце люди вкладывают во все вот это. Мне очень понравились вот эти все объекты. Ухоженные, нарядные, покрашенные. Особенно вот спортивный комплекс. Горка там сделана, вы видели, да. Каток ледяной катается. То есть видно, что люди болеют душой за свое дело. В рамках рабочей поездки прошла встреча с населением. Жители села задавали самые наболевшие вопросы. Вопросов очень много. Даже люди идут по улице, они ведь такой очень широкий спектр носят. У кого-то электричества в доме нет, у кого-то электричество выбивает, автомат срабатывает. Не обращается, в том числе к депутату Государственной Думы, что автомат выбивает у него в доме. Поэтому, безусловно, по приезду в город будем общаться с профильными департаментами практически по всем направлениям. Вопросов очень много. Будем решать, что получится, получится, что сразу не получится. Будем на перспективу все эти вопросы работать над ними. Рабочая поездка завершилась благотворительным концертом «Танцы народов мира», который проходил в рамках эстафеты «Года добра». Все вырученные средства передали семье, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На уборку выходи. Ненецкий округ присоединился к всероссийскому субботнику. На уборку и благоустройство улиц, дворов и общественных пространств вышли молодежные волонтерские объединения, трудовые коллективы, госслужащие, горожане и жители сел. На уборку и благоустройство улиц и общественных территорий в Нарьинмаре вышли более полутора тысяч человек. Всероссийская акция в нашем регионе стала стартом для проведения месячника по благоустройству. Сделать город чище вышли трудовые коллективы, объединения и активные горожане. К уборке территории около офиса регионального отделения Всероссийского общества инвалидов присоединился и депутат Государственной думы Сергей Коткин. Люди с ограниченными возможностями нашего общества, наше отделение Всероссийское. Причем мне всегда очень комфортно с ними, поскольку, вот, наверное, надо брать примеры, ориентиры с них. Никто не приглашал, по большому счету, вот то, что нужно прибрать в свой двор. Они сегодня собрались и показывают нам, как это нужно делать. Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Ковалевская отмечает, что на подобные мероприятия члены организации приходят без приглашения. Кроме того, всегда много добровольных помощников. Очень хочется, чтобы город наш, Нарьинмар, конечно, был очень чистым, красивым, и чтобы нам было здесь приятно гулять, людям старшего поколения. Так что мы будем все стараться, чтобы у нас всегда в городе было чисто. И около своих жилых домов мы тоже так же проводим такие субботники. Одним из самых массовых стал субботник в парке «Юбилейный» в Нарьинмаре. На его территории региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания организовал музыкальный субботник. В нем приняли участие волонтеры, активисты регионального отделения, российское движение школьников, студенты профессиональных образовательных организаций, депутаты собрания депутатов Ненинского округа. Не словами, а делом, так сказать, показали и сделали так, чтобы наш город был на самом деле чище, красивее. Тогда мы его будем еще больше любить и больше будем о нем заботиться. Поэтому всем, кто вышел сегодня на субботник, я хочу сказать большое спасибо. Ну, а на будущее надо еще раз посмотреть так, чтобы те участки в городе и в пригороде, которые более всего захламлены, туда надо просто еще распределять людей, для того, чтобы мы могли действительно говорить о том, что если уж если на работу, то поработали по-настоящему. Собрание депутатов взяло шефство над одним из участков юбилейного парка. Здесь были высажены порядка 30 рябин. Теперь парламентарии ухаживают за территорией. Всероссийский субботник был посвящен теме городской среды и экологичного поведения и прошел в преддверии рейтингового голосования за проекты по благоустройству территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Стартует же голосование за комфортную городскую среду в ближайшее время. И субботник, они связаны. И субботник связаны, и комфортная городская среда. Мы начинаем выбирать площадки, которые будут благоустраиваться, но нельзя забывать о площадках, которые уже существуют, а просто об улицах нашего города. Надо их убирать. Напомню, что месячник по наведению порядка в Ненецком округе продлится до 24 мая. Принять участие в благоустройстве своей территории может каждый, чтобы сделать наши дворы, скверы и улицы чище. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Требуются добровольные помощники. В учебном классе пожарно-спасательной части прошли занятия с добровольцами по оказанию первой помощи. Среди слушателей курса молодые люди, желающие пройти обучение, чтобы потом помогать пожарно-спасательным подразделениям. Семь килом продавливаем пострадавшего. Раз, два. Сердечно-легочная реанимация, давящие повязки и транспортировка пострадавшего с переломом. Добровольцы внимательно слушают наставников. Катрина Тайбари на курсах с самого начала их организации. Девушка уверена, она может помочь и даже спасти чью-нибудь жизнь. Я выбрала это направление, потому что ситуации в жизни разные бывают, и ко всему нужно быть готовым. Поэтому я хочу более глубоко изучить тему спасания жизни и уже быть в курсе. Владислав Вылка совсем недавно начал посещать курсы, но твердо намерен получить сертификат и стать добровольным помощником пожарных подразделений. Что тебе самым сложным кажется? Мне кажется, сердечно-легочная реанимация. Если ты будешь в такой ситуации, человеку нужно срочно помочь, я думаю, это будет сложно. Занятия разделены на два этапа – теоретическая и практическая части. Помощник начальника третьего караула Максим Канев объясняет добровольцам, как действовать в экстренных ситуациях, чтобы спасти человеческую жизнь. Для этого нужно практиковаться, для этого нужно психологически быть стрессоустойчивым, стрессоустойчивым, для того, чтобы в такой ситуации оказаться хладнокровным, ну и не растеряться те, как говорится, знания, которые у тебя в голове, применять в шахтной практике. На занятия в пожарную часть еженедельно приходят до 20 добровольных слушателей. Программой для них запланировано 8 тем. В целом 8 тем начали мы проводить с конца прошлого года, потом был небольшой перерыв на раскачку, скажем так, и вот возобновили свои занятия. Сейчас, получается, у нас почти каждую неделю проходят эти занятия. Опять же, все зависит от занятости людей и, в принципе, наших подразделений. Занятия для добровольных помощников начались еще в конце прошлого года. Курс надо не просто прослушать, а действительно понять и принять информацию, чтобы в экстренном случае не растеряться, а в конце сдать экзамен. Ну, опять же, получат, скорее всего, не все. Будем смотреть по посещаемости, в конце будут проходить. Будем проводить для людей зачеты, экзамены. И вот по результатам этих экзаменов, в совокупности, в общем, лучше из лучших. Напомним, что по окончании курсов и успешной сдачи экзамена добровольные помощники смогут оказывать реальное содействие подразделениям МЧС. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Несмотря на сохраняющиеся еще эпидемиологические ограничения в связи с пандемией и коронавирусом, мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. В пятницу, 23 апреля, в стенах Центральной библиотеки прошло всеми любимое мероприятие, на котором побывало более 500 человек. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Мастер-классы, различные игры, представления и многое другое ждало гостей «Библия ночи», которая прошла 23 года. В 2021 году «Библия ночи» пройдет под названием «Книга «Путь к звездам». Посвящена будет она Году науки и технологий. 2021 год объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий, а в нашем Ненецком автономном округе 2021 год – это Год добрых дел. Поэтому вот эти две даты, эти события освещаются нашими мероприятиями. На всеми любимом мероприятии для совсем маленьких посетителей разыграли небольшую постановку про незнайку. А после представления ребята могли ознакомиться с экспонатами выставки «Техника из прошлого», которую сотрудники библиотеки собрали самостоятельно. Все для того, чтобы детки узнали, какими вещами пользовались их родители, а также увидели прогресс, как выглядело то, что они привыкли видеть в быту несколько десятков лет назад. Затем, поднявшись на второй этаж, посетители могли пообщаться с представителями местной литературы. Я решила собрать в один кружок наших поэтов и писателей, где читатели могут познакомиться с их творчеством и получить живой автограф с пожеланиями. Некоторые посетители целенаправленно пришли на библионоть, чтобы не только пообщаться с местными поэтами и писателями, но и поиграть в интеллектуальные игры, которые организовал отдел Севера. Нас пригласили из отдела Севера. У них сегодня запланированы две игры «Слабое звено». И если будет возможность, мы хотим принять участие там. И вот с шести часов началась встреча с писателями с нашего округа. Многие приходили компаниями, ведь изучать что-то новое вдвойне интереснее, если ты с друзьями. А также различные игры, вроде той же «Мафии», увлекательнее играть с теми, кого ты хорошо знаешь. Я сюда пришла поразвлекаться, поиграть в разных играх, узнать что-то новое для себя и потом прийти рассказать, может быть, родителям что-то новое. Я сюда пришла пообщаться с друзьями, пойти в какие-то мастер-классы, научиться лучше играть в каких-то играх. Алиса, еще одна подружка, является постоянной посетительницей «Библия ночи». Но на этот раз тема мероприятия ей понравилась намного больше, чем предыдущие. Мне интересно узнать что-то про космос, а другие были не очень интересные. Вот это, мне кажется, будет намного интереснее других. Благодаря подобным мероприятиям детский кругозор расширяется, а взрослые узнают что-то новое в интересном формате. И кто знает, возможно, ребенок найдет себе профессию мечты, а кто-то новых друзей. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.